МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем запомнилась среда, расскажу я, Дарья Жилина, и мои коллеги. Это автограф дня. Здравствуйте! И коротко о темах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 30 вопросов рассмотрелись сегодня на сессии депутата облсобрания. Губернатор Александр Цибульский выступил с ежегодным докладом о работе своей команды. В средней школе номер 10 вместо двух оранжерей появится новый спортзал. Как скоро и благодаря кому это стало возможным? Плетение маскировочных сетей и сбор гуманитарной помощи. Жители Мизинского округа принимают участие в акции «Все для победы». Неделя популяризации донорства в России. Как она проходит в Архангельске и есть ли результаты? Поддержка участников специальной военной операции, ремонт дорог, расселение людей из ветхого жилья и десятки инициатив, нашедшие поддержку на федеральном уровне. Сегодня в Архангельском областном собрании депутатов прошла 43-я сессия. В повестке 30 вопросов. Также сегодня губернатор Александр Цибульский выступил с ежегодным докладом о работе своей команды. Подробнее в сюжете. Поддержка военнослужащих и их семей стала первой темой доклада губернатора Архангельской области Александра Цибульского о работе областного правительства за прошлый год. Мы направили и средства введения боя, и автомобили, и медикаменты, и вещи, и бытовые предметы, которые нужны ребятам. Вместе с нашими компаниями лесопромышленного комплекса направили в зону специальной военной операции приграничные регионы больше трех тысяч кубов леса. Для оперативной помощи семьям военнослужащих мы открыли специальный благотворительный счет. Работа по оказанию помощи участникам СВО выстроена через штаб по поддержке военнослужащих и их семей, который создан на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее». Это и финансовая поддержка, и психологическая поддержка, и вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, бытового. Все сегодня у нас является приоритетным и в первоочередном порядке выполняется. Одна из ключевых тем выступления губернатора – сфера здравоохранения. За год на работу в государственные медучреждения «Поморья» пришли более 400 медиков. Проведен капремонт в Архангельской городской поликлинике номер один и частично Архангельской городской клинической больнице номер четыре. К завершению близится ремонт в Холмогорской, Новодвинской и Приморской больницах. Основные результаты – это прежде всего сформированный пакет мер, направленных на стабилизацию кадровой ситуации. И в том числе в селе, как Александр Вячеславович сказал, об этом мы уже это неоднократно подчеркивали. Это, по сути дела, лучшая практика в Российской Федерации по итогам 2022 года. Еще один важный блок – строительство жилья для переселения людей из аварийного фонда. Более трех тысяч жителей «Поморья» в прошлом году переехали в новые квартиры. Это очень много, учитывая, что за всю программу мы должны переселить 27 тысяч. Программа эта у нас будет закончена в 2024 году, в сентябре месяце. То есть мы с опережением почти больше года. Это дает нам возможность потом уже сразу вступить в следующий этап программы. Обеспечение транспортной доступности и развитие дорожной инфраструктуры губернатор Ахангельской области обозначил в числе основных приоритетов работы регионального правительства. Как итог – 405 километров новых дорог. Беспрецедентно это «Онега», который давно не было, и многие другие дороги. Но проблема остается внутри муниципальных образований. И хотелось бы, чтобы муниципальные образования города Архангельск и другие муниципальные образования соответствовали уровню и темпам, которые задал на сегодня Министерство транспорта Архангельской области. Глава региона подчеркнул, что вместе с правительством страны проведена большая работа по выработке мер поддержки предприятий лесопромышленного комплекса. Десятки инициатив при этом уже успешно реализованы. Это и субсидии на перевозку, которые были крайне необходимы в связи с изменившимися рынками, и поддержка пилетных производств. Уже в первом чтении Госдума приняла законопроект о выделении 15-миллиардного кредита на поддержку и модернизацию пилетных производств. В Архангельской области продолжается работа по развитию объектов культуры. Александр Цибульский в своем отчете подчеркнул, что за прошлый год привлекли почти 345 миллионов федеральных рублей. На мой взгляд, это настоящий такой строительно-ремонтный бум. Мы осуществляем капитальный ремонт огромных и неподъемных ранее для области объектов. Это библиотека Добролюбова, это областная детская школа искусства, ремонт Новодвинского культурного центра, о котором тоже жители давно говорили. И все эти ремонты, это ведь не только ремонт стен, коммуникаций, крыш, это обновление пространства образовательного, культурного. Особое внимание глава региона уделил мерам поддержки семей с детьми. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Губернатор Александр Цибульский провел заседание Совета политических партий. Ключевой темой встречи стала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Выстраивается она по национальному проекту «Экология». Наш регион на пути к эффективной работе с ТКО должен получить большие инвестиции. Архангельская область хоть и стоит на равнении, но у нас тоже есть горы, горы мусора. Впрочем, допотопные полигоны уже доживают свой век. На смену им должны прийти современные мусоросортировочные комплексы. Вопросы их цельсообразности обсудили на заседании Совета политических партий, которое провел губернатор Александр Цибульский. Происходит сортировка мусора на несколько фракций. Одна из них, та, которая представляет экономический интерес, она идет во вторичную переработку. Часть из них, то, что касается органических отходов, перерабатывается, компостируется соответствующим образом и возвращается в природу в виде плодородного слоя, плюс строительство полигонов, которые должны по своей технологии обеспечивать максимальную экологическую нейтральность и минимальную воздействие на окружающую среду. В 2021 году Поморье, наряду с Крымом, Севастополем и Дагестаном, вошло в число пилотных регионов, где должны построить современную инфраструктуру по обращению с ТКО. Причем за счет федеральных средств. Упускать возможность решить давно назревший вопрос нельзя, считают в Единой России. Все здоровые политические силы сегодня консолидированно выступают за этот путь. Путь ухода от архаичного способа утилизации мусора, свозим на свалки и все. К современным технологиям, к современной системе, которая позволит не только возвращать часть мусора в экономику в виде фракций, но еще, что, наверное, не менее важно, возродить систему раздельного сбора отходов. Акцент на нем делает и справедливая Россия. Сегодня раздельным сбором отходов занимается лишь небольшая часть энтузиастов. Конечно, мы же надеемся, что эти принимаемые нормативно-правовые акты и те проектируемые предприятия, которые будут перерабатывать мусор, они дадут нам возможность внедрять раздельный сбор отходов в регионах. За внедрение эффективной системы обращения с ТКО выступает и ЛДПР. Вопрос об отказе, честно говоря, от этого проекта, ну, с моей точки зрения, он не может даже стоять. Объемы финансирования на данные проекты, они действительно колоссальны. Мы со своей стороны, партия ЛДПР, хотела бы включить в группы общественного контроля за строительством данных полигонов наших представителей, чтобы иметь возможность, в первую очередь, доносить до нашего населения, что действительно все проходит в рамках запланированного. На Совете партии также обсудили будущее полигонов Архангельской агломерации, на которых регулярно происходят пожары. Областное правительство работает над их рекультивацией. Около года подготовка проектно-смертной документации, затем будем входить в федеральную программу генеральной уборки, получим деньги на рекультивацию как раз этих полигонов. Отметим, что ресурсы действующих полигонов фактически исчерпаны. Новодвинский закрыт, Северодвинский заполнен на 80%, Архангельский на 90%. Алексей Карельский, Регион 29. К другим темам. Спортзал вместо двух оранжерей. Глава Архангельска Дмитрий Морев посетил среднюю школу номер 10, в которой будет больше места для занятий физкультурой. Как скоро ученики смогут показывать свои спортивные навыки в новой обстановке, узнаем из сюжета. Директор школы номер 10 Олег Коноплев ведет к месту, где некогда была двухсекционная теплица. Вспоминает, как в 90-е местные жители, мягко говоря, убрали отсюда немало материалов на металлолом. Олег Николаевич не один десяток лет пытался добиться строительства на этом месте нового спортзала. Сетует, что современные школы строятся с двумя, а бывают и с тремя залами, но в 10-й школе дети занимаются в единственном помещении или на улице. Один спортзал, ну, считайте, даже если так прикинуть, по 6 уроков в день, это 36 часов. А если количество уроков порядка 100, понимаете, вот, и 3 учителя, ну и что делать, вот, как минимум 3 с большой нагрузкой. Только с нынешней городской администрацией руководству школы, наконец, удалось получить финансирование на строительство зала. Детям нужен здесь спортзал, он здесь один есть, но одного здесь недостаточно. Здесь в школе около 900 учащихся, достаточно большая по нашим городским даже меркам школа. Мы решили сделать спортзал. Сегодня уже контракт заключен с подрядчиком, который делает одновременно и проектирование, и последующее уже возведение вот этого спортзала. Спортзал будет достаточно большой, с тренажерами и душевыми. Подрядчик уже готов приступить к работам. Это здание, вот это вот, тут пристройка остается, тут вот все внутренние перегородки слосятся, там демонтируется старый фундамент. На этапе проектирования сейчас будут определяться, несут сваи, которые существуют, не несут. Пока же дети продолжают заниматься в единственном спортзале, но не жалуются и грезят о том, как будут отрабатывать прыжки на скакалке и забрасывать мяч в кольцо или в ворота в новом здании. Зал, в принципе, очень хороший. От следующего зала, ну, я ожидаю, что он будет такой же большой. Ну, хотелось бы, чтобы он был большой, вот, ну, чтобы было комфортно заниматься. Поддержку школы по учебу не только от городской администрации, но и от правительства области. Губернатор поддержал этот проект и выделил дополнительные средства. Общий объем финансирования 40 миллионов рублей. Начнутся работы в этом году. В первой половине 2024-го их планируется завершить и передать объект 10-й школе, чтобы дети могли и дальше повышать свои спортивные навыки. Аким Самедов, Светлана Михеевская, Регион-29. В регионе продолжается работа групп общественного контроля. Их задача – доводить до профильных министерств информацию о выполнении контрактов на объектах, построенных по национальным проектам. Сегодня общественники работали в новых детских садах Архангельска. Группы общественного контроля созданы при губернаторе Архангельской области для того, чтобы воочию следить за исполнением нацпроектов. Детские сады «Клюковка» и «Полянка» в округе Воровина-Фактория были открыты два года назад. И дети, и воспитатели здесь уже обжились. Внутри глобально каких-то проблем нет. Все покрашено, все ровно, покрытия все целые. Все, мне кажется, хорошо. Общественники осмотрели даже тепловые узлы. Так что давать высокие оценки есть смысл. Тем более, что за два года большинство недостатков были устранены. Жалоб на подрядчиков у руководства детских садов нет. Где-то, может, через года полтора были трещины. Но организация сразу же пришла. Нам сделали ремонт полностью. Вот они в течение двух месяцев летом делали. Поэтому сейчас проблем нет. «Клюковка» и «Полянка» – детские сады нового поколения. По нацпроектам для них было закуплено современное оборудование, начиная с электронных игрушек и до возможностей медицинского обслуживания без посещения поликлиники. Наш медицинский кабинет прошел лицензирование. У нас есть своя постоянно действующая и работающая медицинская сестра, которая работает по графику ежедневно. Также хочется отметить, что в медицинском блоке есть процедурная. Дальше имеется кабинет врача, изолятор. Всю вакцинацию детей дошкольного возраста мы также проводим в детском саду. Это уже о чем говорить, потому что мы продвигаемся все вперед. Вот общественная организация и контроль над продвижением проекта Российской Федерации и правительством Российской Федерации, они выполняются на сегодняшний день. С детьми здесь работают узкие специалисты – от логопеда до преподавателя журналистики. То есть воспитатели тоже получают возможность для самореализации. Организовать не просто времяпрепровождение, а сделать его максимально эффективным, интересным, заинтересовать. Вот мне очень понравилась история с профориентационными вещами, когда мы говорим о том, что профориентация – это школа, это уже университет. По мнению группы общественного контроля, Клюковка и Полянка могут быть примером для других детских садов, которые будут строиться в регионе. Алексей Макеев, Александр Ярков, Регион 29. Жители города и островитяне начали пользоваться новым речным вокзалом, в котором они могут дождаться водного транспорта в любую погоду. Северяне ждали новое здание почти 10 лет. Смотрим, как прошло официальное открытие речного вокзала. Архангельск жил без речного вокзала почти 15 лет. В 2008 году здание вывели из эксплуатации. В 2012 году оно сгорело, и местные жители до сегодняшнего дня дожидались теплоходов только на улице. Старый-то был деревянный, а теперь новый построили. Очень красивый такой. Теперь люди будут заходить тут, ждать в непогоду. И кафе там будет, и все там будет. В декабре 2022 года речной вокзал официально ввели в эксплуатацию, но торжественное открытие решили приурочить к началу буксирной навигации. Это настолько значимый социальный объект. Во-первых, для работников речного порта есть, где людям работать комфортно. Для пассажиров это вообще комфортное дело. На 100 человек пассажиров вместимость, тепло, хорошо, уютно. Есть где дождаться теплохода, выпить кофе, скоротать время. На строительство ушло больше 200 миллионов рублей. Все за счет Архангельского речного порта. Когда я узнал о том, что речпорт, соответственно, хочет за свои средства построить вокзал для наших жителей, соответственно, вот я начал помогать им с тех первых минут. Было очень много действительно проблем. Вот и благодаря все-таки работе тогда мы общались и с нашим минстроем, и с администрацией города Архангельска. Внутри нового речного вокзала экран с расписанием, касса, места для отдыха. Причем открывается вид на реку. В зависимости от спроса уже после могут установить бесплатный Wi-Fi, общий книжный шкаф или игровую зону. Ремонт, на мой взгляд, очень достойный сделан. Здесь соответствует всем требованиям к подобного рода инфраструктуре. Поэтому мы всячески приветствовали и поддерживали этот проект все эти годы. Наконец-то речной вокзал ведет. Также благоустроили и прилегающую территорию, в том числе часть набережной, куда швартуются суда. Компания «Инвестор» уже закупила уличную мебель. На причале установят 20 комплектов скамейк с урнами. В итоге горожане увидят благоустроенную часть набережной вплоть до деревянного променада за молодежным сквером. Аким Замедов, Светлана Михеевская, Регион 29. Сейчас реклама и продолжим. Московская кофейня на паях. Сочетание традиций и передовых технологий высочайшего класса. А вкус – удовольствие. Люблю, рекомендую. Стартует всероссийская декада подписки. Только с 10 по 20 апреля оформите подписку на областную газету «Правда Севера» по льготной цене со скидкой 30%. Оформить подписку можно дистанционно за 5 минут онлайн на сайте, в любом отделении Почты России, подписной индекс П4182, или пригласить почтальона на дом по единому телефону. Подарите себе и близким подписку на любимую газету. В аптеке «Фармацея» стоп-цена на самые популярные товары. Цены снижены более чем на полторы тысячи позиций. Для владельцев бонусной карты еще больше выгоды. Приходите и убедитесь сами. «Северсоюз». Изделия из металла для вашей дачи и дома. Мангалы, коптильни, баки для воды, печи для бани. Изготовим все по вашим размерам. Компания «Северсоюз». Телефон 297739. Продолжаем выпуск. В России проходит неделя популяризации донорства. В нашей области почти 12 тысяч человек ежегодно сдают кровь на Архангельской станции переливания крови. И, судя по анонимным опросам, делают это далеко не из корысти. В нашем сюжете рассказываем, как желание помочь ближним объединяет заводчан и министров. Житель Северодвинска Александр Афанасов принимает благодарственное письмо, светоотражатель и значок с удостоверением почетного донора. За плечами уже 40 донаций крови и мотив каждый раз не изменен. Первый раз решил сдать кровь в армии в 2006 году. Вот и уже от завода пошли. Сначала была вызная команда у нас Северодвинск, я сам Северодвинск. А потом все официально здесь стал ездить и сдавать, 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 помогать людям, помогать детям. Сдает кровь и глава Минздрава Архангельской области и при этом рассказывает о требованиях, которые предъявляют к потенциальным донорам. Я думаю, что я в общей сложности больше 20 раз сдавал кровь. На самом деле все это началось во время обучения еще в академии. Тогда я осознал, что есть возможность каким-то образом повлиять и оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются. Основные есть ограничения по массе тела, по артериальным давлению, по уровню гемоглобина, ну и по ранее перенесенным манипуляциям медицинским, которые могли быть у предполагаемого потенциального донора. К привилегиям, которые дает почетное донорство, судя по анонимным опросам, мало кто стремится. Ежегодно около 12 тысяч человек приходят на станцию переливания крови и 90% из них с целью своих действий указывает именно желание помочь другим, а не получение небольшой суммы денег. Более того, в 2021 году учреждение начало сотрудничать с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови, который формирует федеральный регистр доноров костного мозга. С того момента в него вошло более 400 северян. У нас есть один донор, который уже был привлечен как донор костного мозга, он живет в Котловском районе, но, к сожалению, фамилию называть не могу. И на сегодняшний день у нас есть девушка, которая работает в САФУ, которая тоже сейчас проходит повторное типирование на донорство костного мозга в центре Горбачевой. Есть человек, у которого есть онкодематологическое заболевание, и с вероятностью 90% она должна подойти для этого пациента. Поэтому надеемся, что мы поможем в этом плане. Эти дни для доноров по море, средний возраст которых, к слову, 30-35 лет, особенные. В России проходит неделя популяризации донорства. Поэтому для многих из них это стало очередным поводом для посещения станции переливания крови. Аким Самедов, Евгений Языков, Регион 29. Жители Мизинского округа принимают участие в акции «Все для победы». Прежде всего, это сбор гуманитарной помощи, организованный Советом женщин села Дорогорское. Несколько посылок уже переданы в зону СВО. Собрали мы 10 коробок, отправили все в Архангельск. Потом мы решили, что мы будем плести маскировочные сети. В течение двух вечеров женщины села Дорогорского занимались нарезкой и плетением. Помимо этого, в Мизинском округе изготавливают окопные свечи. Благодаря всероссийскому проекту «Все для победы» поддержать наших бойцов может любой желающий. Новый железобетонный мост через реку Устью связал муниципалитеты Устьянского округа. Его построили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Лидия Папуш продолжит. Теперь населенные пункты Кизимская, Дмитровская, Лихачевская, Устьянского округа связывает надежное переправа. Старый мост был сезонный, низководный. То есть на период паводка ледохода он разбирался, и люди были отсечены от районного центра. Поэтому было принято решение, что все-таки для нормального безопасного движения круглый год построить данный мост. Капитальный уже, а не сезонный, как был до этого. Протяженность нового перехода составила 129 метров, ширина – 10 метров. Покрытие выполнено из бетона, на объекте установлены пешеходные ограждения. Местная жительница Галина Акишина вспоминает, по старому мосту ездить было уже опасно. Ну, а уж устарел потом, запретили на машинах ездить, на свой страх и риск ездили машины, ну и мы ходили. А потом мы убрали, переправа была. Объект имеет большое значение для обеспечения транспортной доступности нескольких населенных пунктов Устьянского муниципального округа. МОЗ построили по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Ежегодно мы включаем в планы дорожной деятельности, в планы дорожного ремонта объекты, расположенные в южных районах Архангельской области. А в этом году мы также продолжим ремонты дорог в этих районах. В Конышском районе у нас продолжится ремонт на автомобильных дорогах Коныша-Вельск, Коныша-Няндама. В Вельском районе будет приведена в нормативное состояние автомобильная дорога Вельск-Органовский. В Устьянском районе запланирован ремонт 5-километрового участка на автомобильной дороге Костыльо-Тарновский городок. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в области планируют привести в нормативное состояние 138 километров автомобильных дорог регионального значения. Лидия Папуш, Наталья Ипатова, Андрей Миронов, Регион-29. Напоминание для тех, кто начал планировать путешествие в сезон отпусков. С 1 мая аэропорт Архангельск будет закрыт в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. В продаже доступны билеты из Архангельска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Наренмар, Сыктывкар и Череповец. Также совместно с авиакомпанией «Северсталь» по понедельникам и средам будут организованы полеты в Минск, Калининград и Сочи с посадкой в Череповце. Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпании и на сайте аэропорта Архангельск, а также в его кассах. Подробности смотрите в паблике «Международный аэропорт Архангельск» в соцсети ВКонтакте. Адрес на экране. Таким был этот день. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. 2 мая – последний день для представления декларации о полученных доходах. Воспользуйтесь личным кабинетом на сайте ФНС России. Отчитаться о доходах – это просто. Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь. Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка – Моих рук дел. Повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру. Субтитры создавал DimaTorzok